У меня успел на мёд. Убер 6,8. Не знаю, наверное, отъебалось что-то, наверное. Так, что ж такое? Не знаю, не знаю. Требяк, срочи. Требяк, срочи. Короче, 76,5. Продолжение следует... 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 Если здесь не значительно будет начинать увеличиваться положительная жизнь летом на 15-20-30, если здесь на этом регионе смиральное значительное, там 500 и так далее и подобное, то тут уже без ограничений. Несколько уровней бессмертины сущности по названию человека. Наши преподаватели Духа, Уса и Тело. Первое, самое простое, уровень бессмертия, обычно это пункт Ауса, это бессмертие физического тела. Когда взращиваем его физический потенциал, энергетический потенциал, имея в виду под названием физическую ступеньку, через уровень бессмертия, взращиваемся там зародыша, как название «пактунга». Первый уровень бессмертия – это бессмертие физического тела. Второй уровень бессмертия – это просветление Духа, просветление сознания. У нас Духа так бессмертина, но когда мы с сознанием обхватываемся на сверхсознание, и становимся осознанным в уровень сознания, он сознание сливается с сверхсознанием, то есть достигает нас сверхсознание. Это второй уровень просветления сознания. Третий уровень бессмертия – это когда одновременно проезжает и просветление сознания, и бессмертие физического тела. И третьего, четвертый уровень телосвета, это когда мы достигаем посвятления и тела, и души, и духа, то есть посвятления. Мы перегружаем это в свободности. А посвятение души, в этом счете, я работаю с телом, я не высказываю, с телом души. А вот это состояние, это состояние, это состояние. А как же о нем люди находятся взаимодействием? Сознание, сознание обирается на обеящее жизненное энергию. И вот чем больше энергии, тем в нашем сознании легче, как укрепляется концентрацию, так и легче работать с состояниями, так и легче работать с согласом. Ну, можно когда находить концентрацию, я буду это у нас вписывать. То есть наша визуализация, наша концентрация, наша медитация обирается на объем жизни энергии. Чем больше энергии, тем легче проводить медитацию и ровно-соцентрацию. Нет энергии, вся практика плавает на поверхности. И наоборот, взращивать энергию. Взращивать энергию играется на тело. Чем чище тела, тем легче увеличить свой энергетический потенциал. И, в общем, чем больше энергии, тем легче работать. И с этого концентрация сознания и состояния не активируя душу. А что значит вообще работать в состоянии? Ну, попрактикуем. Это будет создать опыт, нежели объяснять это. Мы это будем практиковать. У тех, кто был на занятиях, к примеру, у нас взаимодействие от этого, как и тело-пендарента. Мы первым вспоминаем любимого человека. Вводим чувства, которые мы к нему испытываем. И у них цель удержать чувства. И вот если человек научится удерживать больше двух минут чувства, они начинают возрастать и увеличиваться. Если до этого не могут, мы можем выпасть из этого состояния. и потерять чувства. Научиться удерживать. Есть ли способы у них участие, как у нас в себе? Да. Если действие вооружения, оно будет обыдно пройти правительство вооружения. Вот человек просто... Наше внимание ум может использовать любые инструменты. Или воспомнить любимого человека. Или воспомнить прекрасный момент, который нам получается, что приятно и комфортно. А вот цель именно наше сознание зацепиться за чувства. И вот он может помочь вам. Или воспомнить любимого человека, либо приятный момент. И вот цель научиться не держать. После того, как наше внимание научилось их держать, они начинают увеличиваться. Я говорю о другое. Чем выше вибрация, тем сложнее удержаться в глубоких слоякостях. Мы погружаемся в очень глубокие слоякости. Вот повышаются вибрации. И чем выше вибрация, тем сложнее нашему вниманию не удержаться в этих вибрациях, не выпустить. Вот обычно, кроме медитации, что это? Это когда человек поднялся в вибрации, не удержаться в этих вибрациях, и вы не учитываете такие люди в медитации. Но цель нужен ультимантилетный другой. Согласны. А пронзить силой своей учительности и бокусировки внимания все медитации. То есть и держаться на всех слоях. То, что за тренинг называют измерения. Все измерения – это наше подсознание. И сила себя по числу без сознания мы должны подняться не ответственно даже на медитацию. Когда мы вибраем вибрация, я не считаю, что больше не дать, но больше не дать человек. А вот теперь, когда человек в большинстве медитации, в большинстве он должен быть концентрироваться, и он будет выбирать на санкции, и для того, чтобы мы будем подняться на ученые вибрации. Когда мы поднялись концентрацию, в мой дам себе, концентрация на высоких хориях нечет на партии нерги. А пока человек в мастрации, пока сознание дестабилизировано, будет бы все штуки внешние разрешили, и так далее, но он не наполняет, и следит на работе под направлением, всего-таки не наполняет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дмитрий Иванович, я говорил Первый по-моему, мой декларчик будет меняться Мой ретрит, ну, если я должен был, а когда уходил ретрит, я предполагал, что я вручу его к новому году, ну, где-то сейчас Ну, сложились события, когда появилось возможности, появилось собственного ретрита Старта будет еще гораздо лучше, и дальше И то есть, ну, у меня уже ретрит увеличился Я...эээ... Вот это вот последнее занятие потом появлюсь в ближайшее время до конца мая И вот, в связи с тем, что долгое отсутствие Я даю, ну, вот, в этой практике Чтоб человек за это время себе себя простимулировал И вот, чемуся уровень, тебе считало дышлений И на предумавителе некоторые банджи будут отсиневываться Отсиневываться, я тут все дальше расскажу И останется три королевских практики Работа с телом Мы работаем с телом через дыхание Работа с энергией Через объемные энергетические практики И работа с сознанием Все стальные практики, да, предназначены для распределения энергии Для того, чтобы при королевской практике активнее развивались и поднимались волосы Ну, почему вы головы делаете? Почему вы головы делаете? Почему вы головы делаете? Все дыхательные практики, которые тоже больше не горят На пике На пике На пике В усилении дыхательных практиках Останавливается время дыхания Человеку не может дышать Ему не надо дышать От физического дыхания Человеку приходит к энергетическому дыханию Вот мы, человек, дышит Не только через наши дыхательные каналы Только там дергий Высилый дыхание Емуночное Полное юночное Ну, точно так же дышит наше тело Но, в общем, человек Мы, в этом случае Наше тело дышит на 3%, на 5% А 95% вы дышит через свой дыхательный канал И вот когда человек входит в состоянии Небогого концентрации У него становится дыхание И наоборот, на счет Расправлый дыхание Уходит в состояние Небогой концентрации И вот что происходит Когда наше дыхание становилось И наоборот, подышать Мы чувствуем себя Семьи и комфортнее Активизировалось Наше тело дыхание Дыхание эфирное То есть наши телки открылись Нас по проценту Люди с лишним за счет лета А потом полное эфирное дыхание И вот все дыхательные партии Ко мне тоже держат эфирное дыхание Многие дыхательные партии дают Старт на начальных уровнях Другие дыхательные партии Дают старт на сердечных уровнях Там люди на лучших уровнях Вот он, по-любому, активно Начинает Самосовершенствовать Человека на середине На уровне Когда у человека Выступает в плаш На начальных этапах Когда у человека Четом 8-10 на сердце Тяжело дается Вот эти уровни 4 Сколько там Шестнадцать Осень Покал дает Десять Сторот Двадцать А на уровне Начинает Транскрываться А в среднем Ближе 15-60-30 Начинает 12 августа И поэтому Обычно И так используются Практики Которые Которые Задержки Дыхания На вдыхе Задержки Дыхания К ним Останавливается Дыхание Бессмертного Заметления Дыхания Так называются Юбичные терминологии Тюарла Когда Человек начинает Сокращаться Дыхание Практически Несколько секунд Буквально Одно Дышать Насколько Видно Как будто Дышать На начальных Уровнях Можно Простановить На первом уровне Тоже Использовать Практики Твои дают Максимум На втором уровне Потом Перешить На втором уровне Обязательно Но сейчас Мы будем Использовать Тех Которые На Срединном Городе И Так Все Практики Опираются На три Фундамента На три Фундамента Осадка Расслабление И состояние Для любви А вот три Караментские Фундамента На которые Обираются Все Транцы Первое Осадка Мы полностью Слизеркаем Лешний Космос Иглубнее Космос И Чем Человек Понимая Семь Вибрации Не Всегда Двустороннее Развитие Двустороннее Так Если Можно Развитие Внутри Внутри Можно Внутри 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 Есть Три Уровня Потока Иоги Первый Восходящий Второй Дисходящий Третий Транцидентный Тот поток От которого Первый Вирж-Ват И если Первый Вирж-Ват Еще Довольно Распределятие Космос Вирж-Недвеском Пусто Это Довольно Распределятие Довольно Многоерности Космос Вовременно И вот Пока Уравим Наша Останка Это Если есть ось, проходя с чем-то, он закручивается в спирали. Ведь нас трансформируют. Если я здесь нету, то энергия, когда пошла литийная, так и вышла длинная. Когда пошла литийная, так и вышла длинная. То есть литийная энергия, ее функция, наполнение рейсмой энергии, очищение. Если на этой спиральной, она и одновременно не наполняет, и трансформирует нас. Во-первых, это осадка. Есть осадка, есть ось. Мы помимо наполнения на асформируемся. Третье, во-вторых, расслабление. Есть такое выражение. Новички используют медитацию для расслабления, а мастера используют расслабление для медитации. Иначе расслабление наше тело, тем и будет служба мусей по урону на обликом, чисто на обликом. Любое физическое напряжение, это сокращение и удерживание проходящей энергии. Если мы удержали физическим сокращением энергию, это не дало движения. Чем мы расслаблены, тем более мы числи, как проводили. Это умные дела, сходящие и сходящие по урону. И третий королевый воровь. Четырой воровь. Воровь. Второй. 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 Иван Сергей Третья. Третий фундамент. В состоянии королевских фундаментов. На работе в состоянии метро. У многих есть решение, к примеру, взять направление дзенское, направление Махаяны, центру безнаправления Махаяны, достижение просветления не упирается в потолок пустота, потолок пустота, есть несколько уровней сознания. Чистое сознание, допустим, тени в роду сознания, высшего индивиду и смертного ступеня, то, что мы будем называть в паре нервана, и седьмое, стакал кальпосоматки. Интересно, индивиду, хальпосоматки и седьмое стакал кальпосоматки. И вот, естественно, раньше, если туда наши беды, наши славянские связки, это по сути беды, которые сохранены на определенные знания. И вот, есть выражение, где вышло богатые чисто боли в лицах. Вот чисто боли, это когда следующее, он попадет на состояние чистого сознания, и уже с этой точки, с этого видения, на лимерной картине, начинает совершать какие-то дела. И вот чистое сознание, это лишь седьмой корень, когда человек занимается практиками, концентрацией, или вообще-либо практиками, ну, в ней правильности. И в ней, допустим, практиками, держать внимание, концентрацией. Куда мы выравнили осанку? Скажите, в полу правильную травму, расслабились максимально, эталонно. И вот с этой хладнокровностью и внутренностью мы начинаем заниматься практиками, к примеру, концентрацией на память свечей. И вот человек входит в свое попадание, это чистое сознание, пустота. Пустота, когда вокруг сидел, сейчас свет, на ходе многомерной, это пустота. Но есть и девятый уровень. Это оправдал, это жизнь. И вот человек может знать пустоту, когда подготовил третий фундамент, на расслабление, на расслабление, на расслабление, на состояние любви, счастье. Тогда наши практики ускоряются от геометричных прогрессий. Один может заниматься год, весь год. И через все уберите какого-то результата. Когда мы создали фундамент и строим этих основ, тогда уже практика дает более сильный результат в геометричных прогрессиях с вами. То есть мы на каком же результата можем сложить и достижили астописказения. Вот. Тренчик фундамент, «Святая нелюбия» — это гражданский фундамент. Если кто-то слышал, очень хорошо от чистого просветления, ну, от чистого сознания, да, от восприятия, от восприятия. Чисто это Хартоль, я вам скажу. Это Хартоль. Оно, если посмотреть на его состояние, честное положение, если ему не нравится. Это вот как раз это дзенция. Это дзенское направление. Мы очень надеждаемо внимательно. То есть она создается только в афгандах. В афгандах, да. И это направление, сущность в себе, массовой седьмого уровня научного сознания. Чистое сознание. Седьмое — чистое сознание. Восемое — космическое озарение. Девятый — мантового. Высширительное просветление. Тогда складывается 63, чем фундамент. Вот такие вот образы. Мы одна небольшая предыстория. Предыстория от третьего фундамента. Витальян. Я не знаю. Я понимаю, что это очень много затопило. Кто был на занятиях, уже не слушал. Уже не слышал. Эта история произошла. Это реальная история. Когда была война Китая и Тибета. Один был аромат. А работа спартика именно состояния, или он как раз работал в душу и врач на состоянии. Он завращивал себя, что-то человек не в концентрации входит на объекте, концентрации, в окончании на стене, в плане свеча, а в обесотное состояние. И он завращивал состояние, вошел в стене, в пене, держит, 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 вот на спартик. И достигла, что он стучит результат. И вот когда была война Китая-Тиета, этот марок попал в дверь. И вот, когда вошли вот эти вот галлюстические силы, пошла война, закончилась война, и он ворачивался на себе, а он вас не очень не встречали. И вот Анатолий Русланков от общения, не спрашивал, не отвечал. Уже когда мусеник его спрашивает, получили, а на каком был Анатолий Русланков? Отвечать было вопросом, а не какая вопроса потерять жизнь. Анатолий Русланков был вопросом потерять любовь. То есть, эти годы надзиратели его испылили, изъявались, пытали, он продолжал замернять его, ну, чисто при уведении, а любовь и запутаться, и надзиратели. Но, это первое. Насколько он сильно взроселом перед этим ударом, безусловно, любви. Анатолий Русланков. Это один путь. Второй причин, почему надо все претенуть. Об этом тоже поговорим, потому что цель более высокая, еще и не восстанавливается, когда исчезлица людей. И вот, в сущности, по познанию человек проходит несколько уровней с Савельской Астонии. Первый уровень — это посвятление. Второй уровень поваления Вентиловьем приведите переход И четвертый явление Непоследовающее просмочек оставления Последление Его последнее сознание Его последнее души Его последнее тело Но последнее духа и последнее души Честно связано между собой По сути оно начинается Врубить что-то с другое Это как следует звуку Можно активировать свет Она начинает поработать звуков Либо на голову подскочивает звук Она активирует свет Честно связано Твоя линия Это человек уже в чистом сознании Он научился формировать себя То есть сейчас Обыть его в себя И формировать Свою мастер-фору Молевские теории А не просто По течению Блаженства Пространции Видеть переход Что-то Он способен Тело Сверно Когда Он Он Выбивал Свою Блаженство Тело И Увление Это когда мы способны его более созидать и эволюционировать звездной структурой формировать обстрелённую вокруг себя. Вот таким он тоже. И теперь перестудим присудить к практикам. И сейчас мы начнем заниматься практиком. Это было вовно. Итак, всю человеческую часть развивания клика, улыбная клика, по сути, важный опыт. Важный опыт, состояние, и теория тоже важна. А так и неправильно, теория может ввести неправильного практика. И мы сейчас начнем заниматься практиками. Сейчас лёгкая разминка, подготавливаем тело. Итак, первая практика. Я думаю, сейчас послушаем это дыхание ацетов. Это такой товарищ, у нас сидит. Дыхание ацетов. Это дыхание ладо-желадо. Практика. Практика предназначена для очищения органов, укрепления органов, очищения кишечника. Человек самосовершенствовались. Мы поднимаем свой плак, занимаемся дыхательными практиками, очищаем пленки, очищаем кровь. Но есть определенная череда, которая, как греха, продолжает зачистить нашу кровь. Это остатки в нашем кишечнике. В нашем кишечнике. То есть, с одной стороны, мы занимаемся практикой дыхательной, очищаем тело, но еще блоки шлаки и токсины в кишечнике угасывается кровь и повторно нас заместляет. Бывает, не нужно начинать относиться к определенному уровню того же самое ломя или ломя, если вам задержки механи, я пойдем, допустим, в свой раз. В на уровне тела бесполезны, когда пересчитывать и в свой болезни. А потом через телу и на уровне у нас показатели упали. На более глубинном уровне, как раз, те закометелые блоки шлаки и токсины опять у нас, и через кровь, опять через какое-то сочисление показатели упали. Мы должны развиваться и на уровне поверхности, и на более глубинном уровне. У нас техника дыхания лады животного, дыхания жизни предназначена, чтобы кишечник будет чище, крепче, органы внутренние, стопили крепче, сильнее, чище. И наши железы, наши гормональные полы. И вот многие знают, уже очень часто слышат, когда человек меняет свое питание, будет, чтобы он не заваляется, так сказать, похудеть. С чем это связано и как сделать так, чтобы чрезмерного похудения не было? Вообще тем, когда наше тело отторгается ненужное, ненужное, лучше, как и токсины, и вообще не худеет дальше. А то есть, избавляясь со шлагоблоком токсином, и наше естественное, такие вопросы, воспринимаются по уголовнику, по принципу золотого сечения. Идеальное соотношение веса, роста, как говорили, и тому подобное. И вот, для того, чтобы так гармонично все происходило, первое, мы должны быть на высоте фигура, что и вещество, раз, на уровне тела. Второе, наши железы. Наши железы должны быть активны. Не спать, а вы будете полноценного работа с синдерамины. Два, железы. Здесь 10. Уражь, железы. И третье, третье это правило. Правило питания. И есть сингологи питания. И трясность, съедение, ссоредение. А так, раз, когда тело. А есть сингологи питания. Соблюдая которое, тело начнет само перестраиваться. И вот если человек, где-то нарушение, либо прибор, либо прибор, либо тимуля, тогда да, тогда тело может потерять истудичную месть. Если мы развиваемся сразу на уровне чистоты тела, укрепляем шелезы и органы изнутри. И еще соблюдаем правило питания определенные. В данном случае съедения, тело начнет активно перестраиваться, торгать нужную пищу. Постепенно, стремится к величию насыщения тела. А человек питает не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем. И человек будет довольствоваться. Если, допустим, одно яблоко, оно есть точно так же, наследится. То есть, естественно, просто наследится, усвоит. Но в начале, когда устроение, если это концерт, то, что человек не усваивает. Удобное ответное все больше и больше требует. Если вот человек ест по полкилограмма за раз, ну, примерно, у нас есть съедение, а затем подход может быть лучшее отличие. Или так? И самой практики. Практика выполняется. Практика выполняется, может, как сидящий, так и настоящий. Ну, и выполнен сидящий. Ну, вот несколько. Само дыхание жизни, отдыхание, 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 семьи упражнений. Волновая подготовка. Дыхание. Это одна волна. Цикличная волна. Там активация. Точек на руки. У нас на грудной радуге есть определенные точки на теле. Назад на которые мы органам постимулируем очищение. Назад на точке. Она придет. Печень начинает очищаться. Очки. И так же есть эти длинноточки. И мы постимулируем органам постимулируем очищение. И как в углении. Горизонтальное текание. Живота. Вертикальное. Дверг, плавленное ткань. Вниз. Моговорки. Вот, чтобы не называть науле. Науле. Ну, как в уговорке, тут и науле. Науле, значит, совсем оуле. И нагнетание, и волн. И вот сейчас мы это все будем изучать. И графиковать. Мы простоем, как его доверяем, там ясно с восходящими и восходящими плотоками. Наша проводимость, наш проводник, это самокупная частота вибрации тела, души и духа. Или человек чуще, чем мы на каком-то исходе, кто-то и акцентируется, как будто чуще на физическом фото на энергетическом фотоаправлении сознания. Мы вышел и вычисли на всех уровнях. Мы пока без энергетических телесных. Вот, есть много братьев, которые были на энергетическом фотоаправлении, на самом совершении студии. Одна из них, где его жизнь. И вот, есть космическая студия, благодаря которой человек начинает активно, активно, стал устраиваться с восходящими и нисходящими потоками. Нисходящий космический поток. Сверху вниз. И вовсе, на накладание жизненной энергии, его свойства. Восходящий поток свидетелей. И вовсе, на очищение и трансформацию. Очищение и трансформация в разных функциях. И вот, бывающий он занимается энергетическим праздником, его закручиваем, он закручиваем в левую и в правую сторону. Ибо в медитации, в бихании, его в жизни, его в жизни закручиваем. И вот, по направлению спирали, до закручиваемого, надо следить, какой поток сейчас работает в доминате. А, поток, к примеру, нисходящий. То, что виситиво называют правила левого кива. Вот здесь есть электрический проводник. Электрический проводник. По нему пустит ток. По нему пустит ток. Допустим, сверху вниз. Вокруг проводника, пускай это даже кусок провода, либо кусок металла. Вокруг этого проводника, значит, образуется электроводительное поле. Это поле будет вращаться в определенную макет сторону. И если идти по направлению поля, можно по принципу про его руки. Вот большой пальчик его руки будет указывать, с какой стороны ток. А остальные пальчики будут указывать, в какую сторону церковь, чем сам поля. И вот если человека, если сверху смотреть, против часовой стрелки, 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 Либо проводник, то, что я сейчас вот рассказывал, есть проводник, мы по нему пускаем ток, по нему пускаем ток, у него образуется электромагнитное поле. Дальше или наоборот, если мы начинаем вращать, вращать радиус, то в центре этого радиуса начнет образовываться ток. И вот у нас есть такие практики, такие как либо хороводы люди вращают там вокруг костра, по центру начинает образовываться ток. Как изнутри ток возрастает поле, так и наоборот, работая с полем, под пациентом начинается образовываться ток. На этом же основаны, допустим, сурфические практики, когда человек вращается вокруг своей оси. Он по центральному своему другому каналу начинает синтезировать ток. Мы как трансформатор. Мы трансформатор. Либо вращение в окружающий ток, либо замыкает статики, где в его жизни появляется ток. Он формирует поле. И вот есть несколько практик основных. Помните аналитическому самосовершенствованию. Человек изначально как проводник, как проводник первый уровень. Три уровня человека по проводимости. Средний уровень. Начну со среднего. Средний уровень. Средний уровень. Это мы проводник. Проводник хорошие талоны, проводник жизненной энергии. Полосходящий поток, происходящий через нас в охоте. Никто не задерживается. То есть мы как... Вот на охоте у нас, допустим, тысяча вольт. И на вытрите. А на выходе выше тысячи вольт. То есть и по меньшински нету. Вот настолько идеальный проводник и сталин. Что нигде нету замедления. Мы здесь работали как понижающая трансформата. Это вот эталонный проводник жизненной энергии. На самом деле проводимость это целоконная частота тела физического и энергетического, психических, тонких тел, ментальных, очень всех других тел и сознания. Более низкий уровень. Более низкий уровень. Более низкий уровень. Это сопротивление. Это сопротивление. Когда мы дисталонный проводник, то есть находим во сколько тысячи вольт, а на выходе вышло десять. То есть настолько погрешность была большая. То есть обычно такой человек, как разного клетокосмического организма. Он болеет, подвержен болезням, диниталонный проводник. И высший уровень это человек. Третий уровень. Как энергетический трансформатор. Мы не просто проводим диниталонный. На входе вошло тысяча, на выдохе на выходе на выходе двадцать тысячи. А на входе вошло тысяча, а на выходе на выходе там пятнадцать тысяч. То есть мы ищем усилия и повернуты за силой. Вот у вас трёх три уровня развития человека. Проводник. Сопротивление. И трансформатор. И трансформатор. И вот несколько практик по развитию нашего энергетического потенциала. На первых уровнях человек применяет практики своего энергетического развития. Такие как дерево жизни. Мантры. А мы сделаем мантры. По супруге праздную, поспособственную, энергетическому развитию. Места и силы человека используют, чтобы прокачаться энергетически. Харамуды. Могут восстановить энергетику, наполнить и обряды к этому всевозможные относятся там. Актернические. Кто-то применяет магические, так далее. И так далее. И сюда же относятся всевозможные каналы. Такие как ремики, тендер-хилинги, космоэнергетика. Вот это несколько уровней, которые позволят заполнить все энергии. И всех из них практика дерево жизни. Это абсолютно. Мы взращиваем свой энергетический потенциал. Все остальные – это внешний. Все остальные – это внешний прокачественный сидер жизни и нынешний. То есть внешний протез. Вот человек на первом уровне способен использовать такие практики для своего энергетического восстановления и самосвященствования. Следующее. Поле высокие уровни. Какой человек уже с полным солнцем более проблемой он применяет. Может использовать либо дерево жизни второго уровня более осложненное энергетическое насыщение. На втором уровне уже когда человек достигает полномерного высокого уровня, уже дышит, например, задержит камни минуту, а 2 минуты и после 3 минуты уже параллельно насыщение водки слотой кислородом человек уже начинает насыщаться энергией. Либо аналлова-малилова больше 12-го, больше 12-го больше 4. И оно точно так же начинает еще параллельно напалить энергии, а передалом только физический процесс. Тут дерево жизни. Самого уровня покоимся. Может напалить на ярмом сухого уровня. Мантры высокого уровня точно так же могут напалить энергии. Здесь точно так же человек может работать с солнцем, так называемое ментание солнцем, левый вирус и чьи. Левый вирус и чьи точно так же может напалить энергии. И индийская практика ментания через чакральную систему. Ну, это есть определенная банка. Примерно внутренней силы. А мы делали внутреннюю практику, внутренней силы. Там есть определенная банка, которая активирует человеко-источник энергетический. Пока он читает ее, проговаривает энергетический энергетический растет. Он выносит сикхов. Пока не читают мантры, вокруг них поля сикхов. Мантры не читают поля никакого нет. Мантры читают поля поля пил. Но вот из всех этих практик, точно так же, первые две дерева жизни и пранаямы это автодомная самосовершенствование. Опять же, мантры, работа с солнцем, гекушече это внешний протез. Все это можно использовать. Все это можно использовать. Но с целью для того, чтобы стать автодомным. Они могут, как нам начали ретабы, простимулировать, форсировать. Мы стали автодомным и перешли на самостоятельность. Но вроде, к сожалению, как начинать использовать внешние протезы, так не в заказе днями следующих дней и остаются на них. И так не разрывая свою внутреннюю силу. Я обычно сравниваю внешние протезы, внешние источники. Как ребенок не раздается, он не автодомным и еще не достигает целостности. Он еще не отбил свою работу, а раз них силы. И вот он еще использует внешние протезы, как на ногах стоять не может, он папа, мама за руки держится, чтобы ходить. А плохо это получилось, он должен загадить, он должен переходить сам, а не продолжать держаться. Вот точно так же и внешние инструменты. Мы можем их использовать, чтобы остатывать, чтобы открыться, превысить целостность. нам нужно входить в автономность. Высший способ Силена это автономность. Вот он быстрее приходит и активно еще дальше становится совершенствоваться. И третий уровень высокий. На третьем уровне практики, которые нас наполняют активно. Это уже концентрация начинает нас наполнять. Когда человек пошел в глубокую концентрацию, у него становился внутренний диалог, а еще хорошо было становилось дыхание. Тогда внутри него начинает закипать мощный процесс. Внутри все трансформируется. есть выражение. Внешняя динамика порождает покой, а внешний покой порождает движение. То есть, когда мы снаружи покои, в тишине сидим, внутри диалога столовим, мы не в динамике, а в статике, он начинает трансформироваться. И наоборот, когда мы не в внешнем движении, мы мы оптически бегаем, прыгаем, по какого движения внутри энергии не порождается. И вот концентрация на всяких уровнях начинает закачивать энергию. Еще начинает закачивать энергию. Дело жизни высокого уровня высокого уровня, когда уже работает не просто с аккумулятором из энергетичей, а вот с каналами макрокосимической арбитры, канала бессмертия, и разных сил. Разных сил. это уже совокупность всех наших гадьян, всех наших царств. активируются они начнут нас полезные. Внешне на высоких уровнях энергии высокого уровня могут нас прокачать только автономные практики. Немногие матные внешние источники датс энергии нас прокачают. вот в принципе несколько инструментов для прокачки энергии на начальных этапах легче всего в этнии, точно так же как и школа. Десять первоклассник десятый класс не осилит, а десятиклассник ему уже неинтересно использовать первого класса. И вот переношу по себе чтобы не ничего а то надорвемся и усилим если взять открыть на этом уровне разных сил человеком не горит все равно что через лапочку приводит моментально 1000 вольт. По мере проводимости проводимости мы используем более сильные механизмы. И сегодня на второй практике мы начнем заниматься дерево в жизни на дерево в жизни второй уровень системе то есть здесь по третьим уровням я обозначил работать с царствами а работать с каналами бессмертия но для того чтобы работать с каналами бессмертия мы должны активировать все три царства нижнее царство царство жизни среднее и верхнее какие функции они строятся и тоже расскажут дыхание свои практики и вот второй партнер в жизни это работа со всеми тремя царствами одновременно вот это мы будем изучать также мы будем изучать определенные дыхательные практики что касается праноямы дыхательных практик на сегодняшний день много дыхательных практик и вида праноямы называют их праноямы дыхание остановится только тогда потом подключаются приоритми когда и работа в ан'dер particulier у нас присутствует работа с дыханием у нас присутствует, работая с дыханием, чувствованием, управлением энергией, и мы находимся в потальной ясности в сознании, вот когда это франаяма. Нет одного, если честно, это обычная дыхательная практика, мне еще подходят к франаяме. И вот каждый из дыхательных практик нужно привести к франаяме, и после этого начнется активная трансформация. И вообще активная трансформация начинается, когда человек у себя дыхательного дыхания 3-4 ритма в минуту. То есть в 3-4 ритма в облачном человеке дыхание в минуту там 15-16. Вот если у нас сумелось дойти настолько самостоятельно все с дыханием, что ему, видимо, минуты 3-4, вот после этого у него начинает постараться спиральность, спиральная структура. Несколько лет назад, вот эти дни уже, да, когда мы занимаемся практиками, а вот именно в повседневности, естественно, на среднем дыхании. Это уже практически совершенно. После этого начинается активная трансформация. Вот несколько лет назад на одном из съездов закрытых о йогах и психах. Вот психах есть мастера, единый с опытом, единый с опытом. А ну, посмотришь на энергетическую структуру. У человека энергетический корсет линий, основанный на пране. С цифра на единый корсет. И, если несколько товарищей, мы говорим, у вас тут будет спиральный корсет. То есть, даже на сегодняшний день, а у людей были очень высокого порядка, на сегодняшний день уже настолько, как поломанный телефон, человек ушел. У вас расширяется шип, прокачивает себя, прокачивает себя и верхний. А вот он, то есть вверх, не укореняется. Вы просто не повышаете. У нас разрушаетесь и непрохождение вверх, что такое кроссия, Н級ова и ещё мастера. Нигде. 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 Продолжение следует... 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 Одни раз-два, всё такое. Продолжение следует. 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 мы стоим, первое, с чего начинается формироваться отстанка, это мы должны, играя позвоночником, поясницей, именно поясницей вперед-назад, поймать головок на баланс позвоночника, в результате которого наш корпус должен падать не вперед, не назад, не влево, не в парал. Вот, играя позвоночником, мы должны поймать головок на баланс. Это первое. Раз, поймите. Окей. 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 Спасибо. 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 Второй фундамент расслабления накладывается на первый. После того, как мы создали осадку, мы отпускаем дыхание. Дыхание легкое, произвольное. После этого расслабляемся. Существует множество практик по расслаблению. С выдохом расслабления. Понапрягать напряженные места, потом их расслаблять. Либо направлять улыбку напряженные места по многому газу. В практике фундамент активный, когда мы представляем поток воды, сна смывает напряжение. Но если на теле всего есть две точки, расслабить которую сразу расслабится все тело. Первая точка – это наш лук. Расслабляя лук, можно обычно расслаблять его с выдохом. Цель научится расслаблять лук, укореняясь в луке к центру головы в шерстковой железе. Тот, кто научится расслаблять лук, у него начинает внутренний диалог успокаиваться. Залюбляться. Этот хомантичный холост внутри нас. И вторая точка – это сакральная точка. Вторая точка находится в 2-3 сантиметра в глубь тела высшей прогрессности и высшей промышленности. Вот расслабить эти две точки и сразу же расслабится все тело. Верхняя точка – лук. Она расслабляет внутренний диалог. Нижняя точка – сакральная. Она расслабляет все мышцы и центральную нервную систему. В глубь тела. В базу вечера и внутрь. Как мы третий замок держим? Тебя расслабить. Да. И расслаблять. Вот при замке мы делаем подбородок. Будет тяжело тебя. А базу тебя не вверх. А здесь наоборот. Нужно расслабить, но не просто базу, а еще чуть выше. В глубь тела. Вот под концентральный духовный канал, который пронизывает нас насквозь. К примеру, это у меня ровно. И вот. Вот чего. Вот чего. До расслабления. Итак, после того, как мы создали осанку, мы расслабляемся. И вот, когда мы расслабились, отпустили движение, максимальное расслабление выведет в состояние вялости. Остается только сухожильный костер, который держит структуру. Мышцы максимально расслаблены, сухожилия держат структуру. Поначалу тяжело будет отделить мышцы от сухожилия. Будет такое ощущение, что мы расслабляемся. И расслабляется все. Ну, до состояния вялости не выходить в вакушках. Постоянно убежается от неба, натягивая позвоночник как структуру. Вдыхание отпущено, подворудок в себе. Первого санка. При расслаблении, при формировании второго фундамента, для расслабления, первый фундамент не должен страдать. Все должны иметь качество. Как уже говорил, есть такое выражение. Меновички используют медитацию для расслабления. Мастера используют расслабление для медитации. Вот это наш второй фундамент. И третий фундамент, который опирается на уже составленные первые два. Состояние благости и его любви. Обычно человек, когда создал два фундамента, первый расслабился, второй, и он входит в третий фундамент. Существует много вариантов, как вводить в состояние любви. Один из самых прямых, это работа состояния. Один из самых прямых. Это вспомнить, к примеру, своего любимого человека. Далее. Мы удерживаем чувства, которые к нему истыкиваем. И зацепившись своим вниманием за эти чувства, мы открываем образ и удерживаем только чувства. И вот удерживаем чувства дальше, они начинают увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. Где внимание, то возрастает. Туда энергия, куда энергия, то возрастает. И вот, после того, как мы создали третий фундамент, поначалу это один из самых сложных фундаментов для создания. Но если человек, кто работает хорошо с чувствами, у кого это легко дается. И вот после того, как человек создал эти три фундамента, вот после этого человек начинает прачивать. Не важно, как будет. Будь то это медитация, концентрация, будь то это то же самое дерево жизни, будь это пранаяма, будь то это просто хоть пополнить. Формирование трех фундаментов, в первой рациональной зерна, это самое главное. Вплоть до того, что человек проснулся рано утром, первое с чего начинается день, это прождение трех фундаментов. Человек просто выпрямил свою осадку, развалился, ушел в состояние плагости людей. И продолжая свой день, вот первое искусство это научится сохранять третий фундамент на все водорствующее состояние. И не важно, чем мы занимаемся. Едем в транспорте, занимаемся практикой с кем-то, общаемся, разницы нет, три фундамента всегда должны быть с нами. Вот это первое с чего должен человек научиться. Если мы занимаемся практиками, то тем более эти три фундамента должны быть с нами. Это наш случай. мы их должны терять. Если выберем какое-то из этих звеньев, которые ухудают на трех фундаментов, и в оси три, тогда уже синхроническое событие должно быть из-за вопроса завершенна на другую сторону. То есть наши внутренние вибрации изменились, и синхроническое событие по плеску резонанса пошло устраиваться так идеально, как мы полноценно себе уменили солнце. Вот первое это три фундамента. И вот первое с чего нужно научиться сохранять бдительность трех фундаментов непрерывно. И вот теперь начинаем первую парочку, вторых, кстати, идеи у нас везде. И я очень люблю его название. Так. Мы постоянно завершимся с настоящими, с настоящими потоками. пока наше сознание вглубленности. То есть пространство и время это пара из родного наше осознание. На тихий фундамент входит в наше сознание так мы ее воспринимаем в топленные движения энергии. И вот с той верностью мы воспринимаем в углубленную землю и в космос в многоверности. Мы начинаем всем прикасаться в том, откуда идет начало восходящий и исходящий плохой, то есть из нашего родника силы. Из нулевой точки в ноги то, что называют точкой сингулярности. Итак, мы покажемся о нашей практике и его жизни. Мы постоянно взаимодействуем с восходящими и исходящими потоками. Космышки, как уже говорил, его акция на наполнение живой инфраной и потоком восходящей, и акция на очищение и трансформацию. И вот сквозняком она гуляет и по мере нашей проводимости, насколько мы эталонно проводим, она нас либо наполняет, либо частично дает последствия изначально какую-то жизнь для нашего телообережения, мысленной деятельности и физической. Есть определенные практики положения тела, благодаря которым человек может настроиться с этими потоками. С этими потоками космической ослой выведена следующим образом. Когда наши ноги на ширине одной стопы либо ширина плеч, человек 100, стопа параллельна, стопа параллельна либо вовнутрь. Отмеряется все по внешнему ободу. Если стопа вовне, если стопа была вовне, мы разбиваем свои мокритные поля. Стопа параллельна либо вовнутрь. И лёгкий присед. Присед обычно делается в облицении. И вот здесь провести прямую линию от колено до пальчика. Вот там вы гремоните. Это средняя облицена приседа. Не надо чрезмерно низко, прямо тоже нежелательно. Вот лёгкий присед. Вот это космическая стойка. В этом положении тело наш идеально самустроен с восходящими и нисходящими потоками. Но наша цель не просто сквозняком пропускать эти энергии, а вот этих наших аккумуляторов. У нас три аккумулятора. это нижняя, средняя и верхняя нижняя аккумулятор со скоростью жизни. То, что в Китае называют лишний тайн с чакрами сразу разница в чакрах и в наших геноварах полей типа аккумулятор. мы имеем электромагнитную структуру. Электричество и магнитизм. Вот наши учеты и все каналы межмертиан это электрическая структура. наше царство это как аккумуляторы. Вот нижнее царство его функции а увеличит объем жизненной энергии увеличит продолжительность жизни. Теперь хранилище плана как называемые аккумуляторы. Если наши чадры, наши каналы они развиваются опираясь на восходящие нисходящие потоки человек может либо в внешнем источнике примить вместо силы примить какую-то мантуру. Человек будет наполняться мерки и наши чадры и каналы знаний будут раскручиваться и открываться. То наши аккумуляторы вот эти три царства первое второе третье оно развивается только когда мы в них направляем внимание. Только когда мы направляем концентрируемся только тогда они начинают развиваться. Даже если мы колоссальные силы у нас может открыться. на эти каналы будут только тогда когда мы будем прилагать их своим вниманием концентрируемся. Повторюсь увеличить объем энергии продолжительной жизни. Второй аккумулятор небесное царство царство еще сравнивать светом это серебряно это небесное царство его функции по мере его развития увеличивается его более силой и укрепляет органы изнутри и третий бюджет 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 сознание мудрость и проследия и вот каждый опирается на нижестоящие это по сути наша линейная энергия спиральная и трансцендентная духовно-невмоядерный синтез буквально с другого ряда или дотянет награпливая и награпливая ветра это дотянет по сути из всех они обладают стилью функции главным хранением является это так называемый сятий как мы уже вчера затронули человеку по мере самосовершенствования отдаются несколько проекций структуры бытия как структуры мироздания струйная первая категория вверху и внизу земля и человек между ними но внешний космос это отражение нашего внутреннего космоса и вот как раз при наше царство вверху и вверху это космос средний человек а нижняя семья и вот когда человек самостоятельно и лавровое Трицарство не может привет как ты там путешественник а а я вчера зачитался и даже телефон забыл включить 6 часов не понял не понял еще раз что ты делал а а а я перепрошил на интертелеком потому что в рынке уходит да ты что блин потому что они говорят а а это только в Киеве или где-то еще или ты не знаешь она по всей Украине вообще да ты ж ля у вас бланатовский модем тоже у тебя есть да не у меня у ватсап там под интертелеком перешивается и тарифы тут по выгоднее полтора гига в день за семь гривен по скорости до трех мегабитов да сейчас до 8 кг интертелеком нет а какая скорость такая же скорость до 3 мегабитов смотря где но я еще не проверял я езжу в трех поеду проверяющих едет я просто скайфил чтобы видеть как понятно блин хорошо что я все-таки не решился покупать блин я очень серьезно думал покупать этот все-таки не решился это хорошо да прогорел бы короче говоря температура у нас спала тут дожди были сейчас не больше 22 днем вот компьютер работает Виктор тебе большое спасибо ты мне круто помог я сегодня днем включал одновременно конвертацию в видеомастере и по ходу делаю мовимейкеры представляешь у меня центральный 100% загрузка но он не гудел кулер не гудел то есть нормально шла это охлаждение нормальное было компьютер не перегревался едва одновременно обработались понял вот да короче говоря думаю сегодня зайти в интернет ну короче ночью вот завтра будем что там в контакте это это что я хотел надо чтоб ты ко мне подключился и попробовал со звуком что там с этим микрофоном сделать да ну в это это самое чтоб у меня камера писалась в мовимейкере понимаешь то что у тебя скрины скриншоты я не знаю у меня ничего там не получилось что там еще можно сделать там просто тупо нету кнопки чтоб подключить его я как бы отключила а он получилось как будто удалился может подключиться ты зато будешь на связи в контакте да я сегодня буду что ночью не ну я ну короче говоря завтра это я подключаюсь ровно на сутки понял ставлю ночью на загрузку эти файлы которые уже обработались вот и потом через сутки а я отключаюсь ну нормально очень получается я так переживал что не буду обрабатывать или еще что то понял сегодня уже а хотел спросить у тебя камера она может работать от какого то дополнительного источника петли вот в том то все и дело когда аккумулятор отключается кстати без аккумулятора может 給ines от цести а вот когда вытаскиваешь батарейку она сразу отключается отключена к сети то есть камера включена идет запись вот и отключаешь от сети чтобы перевести на батарейку она отключается а в той моей первой замке можно было отключить от сети во время записи она переключается сразу на батарейку а что ты хотел просто от сети было. Ну, просто когда на конференции писать, у меня же два фотика будет 1 Full HD, 2 HD, чтобы что-то было от сети, потому что мало ли батарейки внезапно сяло. Ну да. А, вот точно, у тебя же фотики на батарейках, которые не от сети, точно-точно. Ну да, она от сети пишет, конечно. Вот в этом ещё одно преимущество камеры перед фотиком, понимаешь? Фотик... фотик бы не писал у меня по 10 часов в сутки, то есть тупо надо было бы зарядка батарейки. А вот камера подключена постоянно к сети, и она постоянно записывается. Ну да. Вот, короче говоря, вот такие вот дела. Что ещё тут можно сказать? В общем, сегодня уже одиннадцатый день записываю. Да, чувствую себя нормально. Ну, вообще, ну, как обычно, в принципе, хочу тебе рассказать. Я вот что хотел спросить. Вот представь, что ты какой-нибудь там, ну, человек, знаешь, там, со стороны, и, короче говоря, ну, против фруктоедения, там, гигантства и тому подобное, и у тебя есть задача, чтобы чему-нибудь придраться в этой записи. Ну, то есть я, как бы, с целью... А мне придраться попробовать? Да. Ты должен найти, к чему придраться, понял? Хорошо. То есть, какие есть недостачи в этой записи. Допустим, я, когда куда-то выхожу, всегда снимаю свой вес и прихожу, чтобы показать, что я ничего не ел, у меня вес не повысился. То есть, ну, как можно еще сделать, чтобы, вот, человека, там, не 100% убедить, хотя бы, там, ну, больше, частью, больше 50% убедить, что, ну, действительно, фруктоедения, ну, по крайней мере, в моем случае, ни к чему плохому не приводит. То есть, если будешь смотреть или, ну, как-то, вот, какие-нибудь варианты подскажи, чтоб я еще мог когда-то так. Ну, ночью, конечно, снимать мне не получится тут. С электричеством, ну, оно, в принципе, и не надо. Я вечером взвешиваюсь, снимаю вес, потом наутро тоже взвешиваюсь, нормально получается. А вот днем, ну, в общем, если человек захочет придраться, там, знаешь, будет людей, группа людей, одни за, там, фруктоедения, ну, которые ловят фишку и, ну, стремятся к этому, а другие... Таких людей специально, а не по, там, просто было где-то, которые просто пришли на выставку. Да я понял, понял. По поводу выставки, там, целевая аудитория будет по энергетике. Я вообще теоретически говорю, две группы людей, одна за, другая против. Ну, и моя задача убедить тех, кто против, да. А те, кто против, найдут аргументы в этих записях, да, которые могут переубедить тех, которые за, поставить на свою сторону. Так вот, ну, ты, как будто бы, вот тот самый, да, вот. Хорошо. Ну, в общем, говоря, вот так вот как-то. Ну, то есть, получается, ну, если дальше вести съемку, продолжать, то надо знать, ну, к чему, какие тут могут быть нюансы возникнуть и к чему. Какие нюансы могут возникнуть? Так те, которые, что выйдет, потом какая-то телепередача по телевидению, которые будут все это опровергнуть и приводить какие-то научные данные, что это все плохо, что это все вредно. Вот, ну, а мы должны... Так и ничего этого не будет. Ну, да. Какие-то ничего выступать. Это я так думал. Ну, моя задача, по крайней мере, на моем примере показать, что здесь ничего плохого нет. Или же, по истечении определенного времени, прослите изменения, которые произойдут с моим состоянием моего здоровья. Ну, как ты сам видел, приезжал и сделал все нормально. Ну, вот именно это я хочу показать. То есть, раньше, если я не мог снимать, то есть, то сейчас все карты в руки, как бы, и объем маленький, и деньги на интернет есть, да, и камера. Ну, короче говоря, пока все нормально. Ну, и штатив не понадобился. То есть, на подоконник поставил, а ты нормально. Понятно. В общем говоря, думаю, завтра будем на связи. Тогда будет у тебя минутка. Ну, я целый день завтра буду в ВКонтакте. Будет у тебя минутка. Вот, когда будет у тебя возможность, тогда напишешь, поможешь мне с звуком хорошо. 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 Я думаю, часть времени писать с камеры, а часть времени с вебки, чтобы было, ну, короче, или чтобы меньше было, быстрее, чтобы это все происходило. В общем, ну, как-то так вот. Понятно. Я сейчас тут, ой, блин, дома от телефона зарядка потерялась еще, короче. Как найти не могу, блин. Что там, чай пьет? Да нет. Вот недавно яблоки ел. Они твердые. Белый налив закончился. Вот. А по поселку... И зимний налив остался, да? Да, короче говоря, тут столько этих яблок. Но они, блин, зеленые, и большая часть твердых. И, блин... Они больше не лежат, короче, и доходят. Да, доходят. Они гниют. Они гниют. Они гниют. Это... Это не тот зимний сорт, который поздний, долго держится. Не, они просто лежат, и гниют. Это, короче говоря, ага, тут я сижу, блин, зубочисткой ковыряюсь. Ну, а что, блин, уже зубы болят. Десна? Да. Или зубы? Нет, десна. А ясно. Ну, белый налив. Конечно, это идеальный вариант. Во рту тает, прям его жевать не надо. Но, увы, уже всё. Что ты говоришь? Говорю, увы, сезон белого налива уже закончился. А белого налива, я понял, что он окончил. Да. Так, ладно, я понял, там у тебя бабушка, да? Да нет, там он. А? Да не, нормально всё. Короче, давай я тебе попозже наберут, и всё. Эль, давай, завтра будем на связи, контакт есть, если что-то. Ну хорошо, давай. Давай, счастливо. Как-то. Как-то. когда тебе надо разделить по каким-то Reed,?" До свидания. Men all of you, Dr Nm, victoria, Sniporia, Сейчас он одновременно и за землю, и одухотворен, и включается от трансформации, то есть среднего царства. А так, по хранению, по хранению аккумулятора, самое главное, наше внимание сегодня в физическом теле. И самый прямой инструмент для физического тела, это нижнее царство. Именно та энергия, которая используется током для трехмерного поставства, в физическом теле, хранится в нашем нижнем царстве, нижнем аккумуляторе. Это током для трехмерного тела, для физического хранится в нашем нижнем царстве. А так, то что касается, а в другом для другого растрачивается, а в другом для третья тем более растрачивается, все опирается на сознание. Именно с силой нашей фокусировки внимания, от того, насколько мы находимся в присутствии, в действительной стирали, хорошо ли, либо растрачивают, либо не растрачивают. Молодому человеку рассеянное сознание, он может там часами поставить дерево жизни на компетенте, и ушел из практики, и потом 70% этого товара страдил. А вот такое состояние, настолько оптительная концентрация, что человек достаточно 15 минут в постоянном самом деле, его же сколько не потеряет при завершении практики. Все на самом деле, раскрачивается энергия от силы нашего сознания. Чем оптительнее присутствие, тем меньше мы потеряем. Чем мы больше в растительности, тем мы потеряем больше. Все эти потери только внутри нашего сознания происходят. Так как все бытие, все измерения находятся внутри нашего сознания. И по мере эффективности мы это все укладываем и прославируем внутри себя. А вот человек, внутренний наш космос, для нашего царства, еще раз по черту, нижнее царство. Смерение. И в местах их пересечений определенные чаты. Итак, наша цифра не просто вот сквозняком проходящих энергий, а замкнуть их между собой. Таким-нибудь. Итак, сама практика дерево жизни. Когда наши руки не просто космическая стойка, а мы сквозняком пропускаем энергии, а мы способны еще замкнуть эту проходящую энергию, а направить свои аккумуляторы. Вот эти три перечислены. И вот, когда человек работает с нижним уровнем, он замыкает. Наши руки это замок. Замок, который позволяет запечатываться энергии в каком-то из аккумуляторов. Так в нижнем, так в среднем, а так в верхнем. И вот мы помогаем своими руками. И вот практика, которой мы будем сегодня заниматься в дерево жизни, это не просто работа с каким-то из каналов, а сразу с тремя. Начинается, начинается, мы работаем со среднем. И вот как в первом уровне, допустим, мы работали с первым, а фокусировка внимания тоже на нижнем царстве. То есть здесь, то есть здесь, когда мы работаем со средним уровнем, у нас фокусировка мы удерживаем внимание одновременно и на среднем царстве, и на нижнем царстве. И на среднем. Удерживаем два энергетических шаг. Прошло, к примеру, сегодня постоим 15 минут. К примеру, пять минут прошло, переходим на нижний уровень. Фокусировка внимания только на нижнем. Пять минут прошло, переходим на верхний. Фокусировка внимания на двум. На верхнем и на нижнем. То есть так на двух этих, так только на этом, так и на этих. Есть один маленький секрет, двунаправленный, такой широкий внимания. Когда мы удерживаем своим вниманием и бдительностью две точки, две точки, эти точки начинают объединяться между собой. И вот когда мы держим два царства, они не просто начинают наполняться, а у них еще возникает связь между собой налаживаться. Но для нас есть, допустим, много каналов энергетических. Передний, середины. Есть основные, есть вспомогатели. Основные каналы, это те, которые проходят через органы, вспомогатели энергетических каналов, те, которые не минуют органы, с органами незавязанными. И вот из всех самых главных, есть основных, самых главных, которые проходят через органы. Это передний светильный канал и задний светильный канал. Вместе они составляют, что называют микрокосмическое орбитное. Микрокосмическое орбитное. Но я буду перечислить сейчас с основными, вспомогательными. Есть еще чудо-форный канал. К ним относятся уже, ну, сегодня пока не затронем, в угодный канал, который прогнозирует нас на спосе. И вот та ось, на которой, грубо говоря, массажные вот эти гусеники видят царство. Нижнее, среднего вернее. И вот когда мы работаем и держим вот царство, они наполнируются, и между ними еще образуется связь, этот канал активируется. Вот так мы прорабатываем канал от нижнего до верхнего царства, от нижнего до среднего царства. Так только и нижним работаем. А когда работает так, мы уже более широкий канал прорабатываем, замыкали и разрабатывали даже средний. Вот таким вот образом. Мы будем работать. И теперь на рациональных зернах в этой практике. На рациональных зернах в этой практике все 15 минут, это еще и вся практика. Это лишь на пару с днём. Есть два рациональных зерна, которые позволяют этот пачку усилить. Первое. Перед собой практикой о жизни упорняется натяжение молдитных осей. Дальше я подскажу, что не после самой практики о дневной жизни упорняется запечатывание. Вот все вместе, это день его жизни. Но на поверхности у нас всяких таких царств. То, как вот это ополчено, то, как у нас самым студентом. И вот натяжение молдитных осей, поднимое натяжение молдитных осей из дневного запечатывания. И вот прежде чем присутствовать к выполнению дневного жизни, как я уже говорил, есть такой синдром из энергетического силовика. Когда человек настолько возрастил себе энергетическую силу в силу, стал энергетическим силовиком, и обычно у человека много вариантов по развитию этого фармонсала есть. Одно из дневного живых, дневного жизни. И вот человек может выполнять эту практику, и он уйдет там полтора, без полтора, два, три, для того, чтобы с дневным энергетическим силовиком. Но если человек выполняет вот эти вот дневные вещи, вот эту вот, и вот эту вот, тогда это вот настолько ускоряется, что он от вас добился гораздо быстрее. Это будет складываться тем, кто-то, а в месяц. Итак, натяжение молдитных осей. Наши пальцы, рук, и пальцы рук — это порты наших энергетических каналов. Обычно человек использует и работает только с самими энергетическими каналами, но не подозревает, что порты до канала — это наши пальцы, рук и ног. Это вот одна из методик, которая передавалась из определенных традиций, из искусства, так сказать. Даже внутри определенных системы человек даже достигал признавого уровня, и будет даже видеть на годовой языке в ближнем вот эту поверхность, ась вверх. И вот первое натяжение молдитных осей, то, что мы вот в макушку упираемся в небо, натягиваем позвоночник, как в стуну, у нас появляется волос, появляется волос, энергия заключается в спираль. У нас есть несколько жил. Твердые жилы, мокрые жилы, сухие и оплодилые. Твердые жилы — это костные наш уровень, мокрые жилы — это капилляры, сосуды, сухие жилы — это наши сухожилия, а огневые жилы — это наши энергетические каналы. Так вот наши огневые жилы должны быть, как вся птица мощная. Вот когда мы просто сидим в расслаблении, пальчики скисаем, вялые в макушку, хотя вот держим, пальчики скисают и все так далее. Пальчики, пальчики, рук скисают. Вялые — наша энергия не закручивается спираль. То есть мы разобрали свой энергетический потенциал, человек начинает накупывать энергетический корсет, он будет стоять не на физике, а поле его будет держать. Но это поле как было линейное, так и останется линейным. Как я уже говорил, например, на саболе йогу определенных съезжали со всей страны, когда же все-таки приезжали, делились опытом, мы лишь у них были энергетические структуры. А у всех остальных энергетические структуры, спиральные структуры, а у всех остальных линейные. Так вот для того, чтобы наша структура была спиральной, мы должны натягивать оси. И вот первое рациональное следло в натяжении магнитных оси, перед пранчика дерева жизни, мы начинаем натягивать магнитные оси. Вот встали, колени еще могут быть прямыми, структуры параллельные, и теперь начинается работа с корнями наших энергетических каналов. Первое, пальчики указательные тянутся вниз, одноиметные пальцы лоб упираются в пол. Вот цель задумать, корни сверху и корни сверху наших энергетических каналов. Поначалу это будет тяжело, соседние пальцы могут опускаться, падать, ничего страшного, со временем это проработает. Можно на начальных этапах помогать себе руками, к примеру, до трога секундчиков пальцев, почувствовали ее, пожали, придавили к полу и 15 секунд. После этого, безымянные, безымянные пальцы тянут в пол, одноиметные пальцы лоб упираются, а также в пол. 15 секунд, 15 секунд. Потом большие, и самое простое, мизинцы, и замыкают все средние пальцы. Все по 15 секунд, и только после этого человек переходит в дерево жизни, само. Если поменять последовательность, в протяжении массовой осей, никакого нагнетания жизненной энергии не будет. Поменять последовательность, есть последовательность, уже до определенных органов, это же для последовательности, назначено для сращивания трех наших царств, одновременно. И вот после того, как человек натянул вагнитный осев, перешел в дерево жизни, в дерево жизни, выполнял этот 5 минут мысль сделать так, 5 минут так, 5 минут так, и после этого запечатывали третье звено, третье звено. Мы должны свое урожай собрать энергетично. И точно так же есть определенное, ассоциативное лирическое выражение в важности запечатывания после энергетических взращивания. И тут один из мастеров приводил такой аналог. Это все равно человек часто занимается энергетическими практиками, оно не запечатывается. Этого равно сильно тому, что рабочий трудится сезон на поле в через силу 100-й кроек выговоря, потом проходит год, время собирать урожай, а он он не собирает. И тем самым время и силы были напрасно потрачены. И точно так же и здесь. После того, как мы собрали энергию изнастилевыми аккумуляторами, мы должны их собрать, запечатать. Он запечатывается как раз в нижнем аккумуляторе. И сейчас дам эту практику. Противно в случае, когда человек запечатывается в зависимости от отношения силы сознания и чистоты тела. Средний человек обычно после работы энергетической рассеивается и рассеивается в 70% жизненной энергии. Вот что сохранилось в наших аккумуляторах то за силу, а то, что попередили по каналам, осталось ничего в любом в нашем поле, оно рассеется. Так как наши естества неспособны это удержать. Если собрал, то запечатал, то все 100% энергии он себе запечатал. И вот практика для запечатывания человек садится по углу вниз. Это дыхательная практика запечатывания кисти за рук, большие пальчики вверх, полки вместе и выполняется следующая дыхательная практика. Дух через зубы, через рот, а выдох вместе через нос. И вот вы видите это следующим образом. Если подключить еще динамику, сделаю легальное количество раз после этого вдруг через нос уже глотаем свое обручье и выдох и наблюдаем как нападает вниз живота в царство жизни. И после этого оставляем внимание там, где упал. Покусируем и раскачиваем свое место силы ниже затягивания в царство. И второй раз то же самое только с открытыми уже глазами. Вдох. глотаем и выдох. Наблюдаем как нападает царство жизни. Производим дыхание и наблюдаем все внимание направляем царство жизни. Вот этим образом происходит запечатывание. и теперь что за эти понятные телодвижения я совершал. Пальцы замки большие пальчики соединены. После того, как мы большие пальчики соединили, дверь не разлюкаем. И вот когда руки раскрытся, пальчики большие встречаются своими основаниями. А когда поднимаются боковыми поверхностями, и будет вот такая вот вязка. Положение глаз. Вот любой вектор вниз, вперед, во-первых, закрытые глаза, открытые глаза. Мы начинаем взаимодействовать со шашкалитной железой. И когда мы с закрытыми глазами, у нас шашкалитка повернута в лобусловом, когда с открытыми в другую. И вот первый раз, я повторюсь, мы делаем с закрытыми глазами, а второй раз с открытыми глазами. И выполняем всего лишь два раза. И после этого человек сделал тратитное количество времени, мы будем делать несколько минут, на фокусе уроков внимания на своем царстве жизни. Наше царство жизни должно быть не просто мы не должны его не просто реализировать, оно должно быть чувствовать в нем энергию. Со временем визуализацию святичувствования по мере увеличения в нем энергии. И вот оно со временем станет нашим местом силы. И тогда уже живу будет без разницы насколько внешний источник, насколько он сильный. Нам уже без разницы. Кайлас, центр города, фабрика, там, так далее, подобная природа, мы взросли в свое место силы мы уже от внешних процессов отойдем. Вместо силы всегда будет знание. И вот мы должны его настолько раскочегарить, это уже своими выражениями говорю, что мы должны при попусе ротки внимания на нем должны чувствовать, как он становится приятно, тепло. Вот тогда наша энергия начинает зарождаться. Все, все опирается на объем жизненной энергии. Если нет энергии телодвижения партии средины до уровня гимнастики, если есть энергия, тогда они еще находятся на живой энергии. Вот таким образом. У нас центр лагонии точка лагон, ровный спутник, марш лагонии опирается на большую точку лагонии в левой руке и все на живом. Большие пальчики в районе кубка. И вот тем самым что получается? Своими центрами лагонии лунными спутниками мы пронизываем центр своего нижнего аккумулятора царства жизни. Они на одной оси в данном случае находятся. И вот повторюсь, дерево жизни. Сначала затяжение многих осей, потом сама практика накопления, свращивания живых и потом запечатывать. Потом запечатать. И вот уже все вместе это дерево жизни. И сейчас совместно сделаем. Еще что касается самих рациональных зерен внутри дерева жизни. У нас на спине на заднем середине канаве есть три труднопроходимые заставы для эгарки. Первая труднопроходимая застава это задняя врата жизни. Наша поясница эта точка находится на уровне кубка, но на посланной щице. Задняя врата жизни. От ее силы деятельности зависит жизненный токус человека. Сила наших почек, а у нас одна почка электрическая, а другая магнитная. То есть то, что называют одна пилинг, другая ян. Одна пускай, другая женская. И вот чем сильнее работает наша задняя врата жизни, тем наша гармония у мужчин и женщин у нас стабильнее. Вот это первая труднопроходимая точка для жизненной энергии. Вторая труднопроходимая точка для жизненной энергии это задние небесные врата. Напротив у грудинки у мужчины допустим, есть два соска между ними, между ними, но на спине, вот задняя врата жизни. Это вторая точка труднопроходимой для энергии. Мы будем учиться их открывать. И вторая точка труднопроходимой для энергии это атлан. Вет еще непозволен. Вот для того, чтобы открыть эти точки, когда мы встали в свободе его жизни, в свободе его жизни, первое, что человек начинает, первое, открытие задней точке заднего врата жизни. Для этого нам нужно округлить поясницу. Раз есть вооружение поджач хвост, и мы как раз округляем поясницу, округлили ее. То есть у нас не туда, не чрезмерно сберлины, а слегка раз округлили ее. Мы открыли задний врата жизни. Вторая точка, задняя недесная врата, между лопатками. Для того, чтобы их открыть, мы просто лопатцу подъем вперед, а плечи тянем вниз. Будто мы отхватили дерево перед собой. Вот раз охватили у нас лопатки ушли вперед, после этого плечи отхватываем вниз. Мы открыли задние врата, а небесные врата. Теперь открытие третьей точке отбородок. Для того, чтобы ее нам открыли, мы должны подбородком прижать вертичность из шеи. Пальцем для того, чтобы это было ярче понятно, на самом деле, необязательно сидят двигать. Томс отходим в подбородок к себе. И тем самым, подводя в подбородок в верхней части шеи, мы открываем шейный канал. И вот открыть три точки, отбородка поясницы, лопатки вперед, плечи вниз, подбородок к себе, мы начинаем опираться в небо, растягивая позвоночник как струну. Это мы открыли три точки, три точки. И после этого, после этого, сакральное натяжение магнитных осей. Мы должны быть готовим при фундаментах, расслабились, улыбнулись, вошли в состояние любви, счастья. И вот теперь натяжение магнитных осей. Три оси. Первая ось, макушку упирается в небо, растягивая позвоночник как струну. Вторая ось, пальчики ног слегка тянутся навстречу друг полу. Вот в этом случае наше энергетическое самосовершенствование начинает расти в геометрической прогрессии сильнее. Постояли, постояли, по похлопываниям под телом небесный барабан, это все мы сделали из запечатывания. И что касается правильности, как обычно человек нарабатывает правильную форму, правильную форму, для того, чтобы у него осанка была прямая, и канала были открыты. Нарабатывается это все обычного стима. Кому-нибудь добавляйте на фону. Пожалуйста. Добавайте. К примеру, подождусь к стиме, вот, с камерой, по-моему. Здесь будет если градусное наше время стопи, по-моему, Люди весят один арт. И вот, к примеру, как правильно стать правильную форму? Первое, манер. металлургия должна проходить на основе поясницу отлично, вы приезжали, на очереди приезжали поясницу стены и первая точка. Вторая, садь лопатки, само собой не упирает со стеной. И третья, затылок нужно упирать со стеной. Мы сейчас встали. И вот, первая, четыре точки должны коснуться стены. Первая точка пятки, но здесь просто труба, не совсем удобно. Это позволительно. В втором случае. Первая точка пятки, но здесь растутся стены. Вторая точка поясница, прижатой стене. Третья лопатки, четвертая затылок. И вот, после этого, мы подбородок прижимаем в первую часть тишины и опускаем плечи в доз. Вот, к примеру, в день в жизни. Вот так человек нарабатывает правильную форму. Вот, после того, когда он сейчас человек, вот так вот правильно стоять и вот две минуты быть расслабленным в этом положении. И на трехзунном возрасте изначально у человека тяжело будет стоять. Вот, и немножечко в этом положении расслабленным и от дыхания наше просто будет свободное и должно отбежать в дыхание. Вот, после этого, обычно, человек может переходить без стены. У него может быть постоянно правильная форма. Самое главное, в руке не прижимать близко к телу. И вторая ошибка. Сильно далеко тело тоже не распускать. Обычно человек представляет, что у него под мышцами ты мясные мячики и вот на таком расстоянии мы держим руки. Потом оба стрелька мячика подкидываем, он намет лозит. И вот, так-то все очень хорошо. Но это, началось заниматься с ним. Еще, проблематичная вещь на начале как там. Подняли открытие нашего шейного кассета и аблата. Нам будет тяжело за другом опираться в стену. Все, спасибо. И будут такие моменты, когда мы хотим стать правильным формом, но зато упираемся с телом, а у нас подбородок вверх. В таком случае его прижимаем, и все равно получается неудобно. Вот в таком случае, когда у нас еще далеко не открытший канал, а зато заворачивается назад, позволяет позволительно не сопридорствовать зато конверсирование. Самое главное, чтобы подбородок был прижат к верной части шеи, даже если у нас это расстояние большое до стены. Вот именно со временем человек энергетически развивается, будет активироваться ось, и человек будет выраниться даже на постном уровне. Позвонки будут вставать на место. И аблата, вставая на место, мы будем слегка прикасаться с другом до стены. Самое главное, чтобы подбородок был прижат к верной части шеи. И начнем практиковать. Сегодня мы можем пройти следующей практики. сегодня я буду поправлять, завтра буду поправлять. А где-то послезавтра, когда мы уже отточим все практики, я отточу, я буду создавать определенное поле для того, чтобы овощенство усерднение и быстрее. Так, еще раз. Ну вот, для наглядности допустим. Варианты всевозможные. Вот, очень близкое. У женщин, естественно, прогиб здесь больше. поэтому им тяжелее будет, но это ничего страшного. В следующем допускается легкая здесь выкосновение до послезания трагичит. Это все все со временем нарабатывается. И вот четыре точки, которые должны коснуться посильной пятки, но здесь идеально это, конечно, прессед. четыре точки. Пятки, поясница, опатки, азотвилы на предупреждении. И вот сейчас будем все напитывать. В центре вагоне одна пронесла, другая большие бочки, плавление паука. и совершаем такое запечатывание. Часы вращения кистями кучцевой стрелки в районе живота. Вот и наш корпус это часы вверху 12, слева 3, внизу 6, справа 9, и мы кучцевой стрелке 4 коборота совершили. После этого разогреваем ладони и омываем лицо от подбородка вверх от отолба в сторону. Итак, три раза. И этим самым мы омолаживаем свою веселку. И 13 от подбородка лень отолба в сторону. Следующее простукивание головы отолба взятую бы три раза. После этого небесный варбан мотивирует и кофе с подолом с шишковистом. Центр ладони закрывают уши. Но вы не знаете, сначала послушайте. Цены дни на затылок образовательные на них и закрытыми ушами так как распыкивание. Ченочки. Десять раз слушаясь каждый удар закрытыми ушами. После этого авто завершил. Работаем с проводом научных радио. Скользящими движениями сверху вниз. Это наш позвоночник. Амонсирует три раза сверху вниз. После чего мощь ушей слегка покресли. И простыкивание под телом мы свободуем себя достойной и активируем наши каналы. По внутренней поверхности вниз в поле простыкивание. По простыкиванию совершается пример положения кисти. Первое положение кисти поначалу можно использовать так называемую кистью опада. Когда наши пальчики согнуты по ланге. По мере нашего развития мы будем замечать что наше тело крепких изнутри. Крепких изнутри но закончат посильнее. А следующий это мокрик кулачков. При общин крышлении поверхности постыкиваем шабрыц. Переходим на внешний вверх. По суставам не свечим, а в суставах совмешается круг. Дальше вверх по плечу. По плечу. Подниму логоть за спиной и большая логоть больше, чуть меньше за спиной. И вторая рука тоже самая. Внутренняя поверхность вниз. Внешний объект кругового сустава. Крючок два раза за спиной. После этого боковые макитные оси. Передняя боковая с боку вниз. Задняя с боку перх. Далее три диаметра на корпусе. Начнем сегодня с передней. У нас тут есть три диаметра. Верхняя точно такая же средняя и нижняя. Вот из спины к центру простыку и нижняя. Верхняя подня же средняя и еще нижняя. И ты таких же на спине. Сначала сам аккуратно по мере укрепления самостоятельно регулируй. Верхняя нижняя тем самым окрепляются точки за эти стороны. И нижняя. И завершает все каналы на ногах. Задняя внешняя поверхность вниз. Задняя внутренняя вверх. Передняя внешняя вниз. И передняя внутренняя вверх. Руководок колена придается вверх. Этим сторонам мы завершаем. Потом представлен само запечатывание. Истевой забор вальсим пальчики вверх. Локти вниз. Вдохи все вдохи через рот и через зубль мы будто втягиваем поздно в себя. А все витахи редки и через нос. И кто сделал фокусировка в царстве жизни, удерживаем там свой энергетический шаг, кто чувствует удерживаем чувствование, кто пока не чувствует, визуализирует любо солнца, всматриваемся в включение любого энергетического шага, всматриваемся в его разряд. От нашего фокусирования внимания он должен нагреваться. Вот этот минимальный объем жизненной энергии для дальнейшего активного самосовершенствования. По мере самосовершенствования человека и проходить несколько угодно. Первый человек начинает раскачивать человека. деревья жизни его покачивать либо в одну сторону, либо в другую сторону. Это еще выравнивание. Это когда еще энергетический канал начинает формировать целостный канал. Если в одну сторону, как мы уже говорили, восходящий поток, если в другую нисходящий поток, в одного цена наполнения, космический поток энергии, в другого очищение и трансформация. Он покачивает, раскачивает его вперед назад, его вправо. Со временем будет расти энергетический потенциал, и мы будем держать тело не на физике, а будет наш карсей держать, ему даже несложно встать неправильно. Встали вверхом, но сразу развернув как надо, будто егадных магнитов. Когда мы их соприкасаем, они отдаляются, приближаются точно так же и здесь. Поставим так, наши руки если надо, они разойдутся. Поставим далеко, для нашего энергетического струклета большое расстояние, оно их со мной приблизит. Вот это тело раскачивает на волну, его покачивает. Дальше будет пауза, после чего второй уровень. Человек начнет потряснуть. Патерал стоит, вроде не физика трясется, вроде мы не устали, но тело трясет. Это чистка, эта энергия начинает очищать на клеточном уровне все. Руки шлаки как сильная. Такая вот тряска. Потом опять пауза после того, как совершится второй уровень. Пауза, вроде опять нет никаких внешних движений, внутри все кипит, энергия кушует, приятно, поле растет, увеличивается и начинается третье уровень. Опять тряска, но уже более как дисперстная. Такое ощущение, что он интрибрировать каждое предыдущее тело. Это уже трансформация. Когда наше тело меняет структуру, переходим от углеводорода кремию, от кремия кристалл, дальше кристалл предовольствует тупи. Вот в принципе три уровня, три процесса, которые будут с нами происходить по мере самосовершенствования через эфирный план, через наше жаре тела. Покачивание, пауза, тряска, пауза, дисперстная, тряска на клеточном уровне, трансформация. Вот таким вот образом. И что касается самой практики, еще, чем обычно пренебрегает? Через силу начинают стоять, через физику. Практика должна находиться с удовольствием, она должна давать на наслаждение. Если вы не устали, опустили, да даже если не прошло пять минут, если не прошло десять, не вы, если не прошло, прошло, допустим, три минуты, но мы устали. Опустили на нижний уровень, продолжаем в этом процессе. Отдохнули, продолжили подняться. Если мы стоим через физику, энергия через физику не развивается. Если мы находимся в напряжении, стараемся в напряге развивать энергетический потенциал, это все одно, что у нас две ноги, одна идет, другая стоит на месте, и мы вращаемся по кругу. И все постараемся развивать, а физика в ущерб. Одна нога стоит на другую. Практика должна давать удовольствие и наслаждение. И выговорит, когда человек держит, вот так вот уже устал, вот так вот устал, тогда просто опускает запечатывание, отдохнуть, потом продолжаем, например. Если мы устали и нарушили все, процесс прекратился. Если же мы переведены на более высокий уровень и отдыхаем, и продолжаем работать, процесс продолжается. Процесс продолжается, и уже набудет их канал, царство. А если мы запечатываем, процесс приостановится, процесс приостановится, он запечатывается. потом продолжим, мы опять наблюдаемся. А норма 30 минут. А чего 30 минут? За это время энергия проходит всего ворота. Вот с начала до конца. Лучше простоять 11-30 минут с отдыхами, музык, варьировать, играть, отдыхая. Соответственно, меняя руки, меняем концентрацию внутренних. А лучше простоять 11-30 минут, через делать два подхода, там по 20. Если мы делаем по 20 лет, эта энергия прошла один уровень, до конца не прошла, мы прервались и делаем, допустим, вечер обороны. Она опять проходит второй уровень, то же самое. И ни первый, ни второй до конца так мы себя не проработаем. Лучше совершить один круг, но он целиком. Каждый порт следующий круг електричной прогрессии сильнее. И реактивность на каждую пачку, что этот балнал работает для каждого садачки. Правильно, это очень хорошо. Это и должно быть и так. Третий фундамент это королевский у нас, он раскрывает все. Ну, и у нас сверху. Техника беспрямится сразу развивает и физический пламя, и духовный. То есть развивает и тело, поднимает пламя и поднимает вибрации и формания. Прежде чем приступить к этой дыхательной практике, дыхательной медитативной практике, вот сейчас как раз и обсудим четыре вида дыхания. Есть в природе четыре цикла, четыре дыхательных цикла. все остальные дыхательные практики это производные от этих четырех, либо комбинация от этих четырех, либо дух, либо объек, либо всех четырех. И вот четыре вида дыхания. Я буду использовать терминологию спаса, терминология спаса, она была это терминология дыхания по принципу зеленых животных. Есть тотемные животные спаси, сон, медведь, волк и волк, так называемая змея. И вот четыре вида дыхания. Первое дыхание дыхание от сокола. Для того, чтобы познать сути и принципы действия этих ритмов, все имеет определенный цикл цикличности. Ритм сознания, ритм дыхания, ритм повторяющихся событий, пространство и времени все имеет определенные циклы. И вот, к примеру, круг это дисков, внутри которого осень ком, определенные вселенские циклы. И вот дыхание сокола. Сокола дышит. Упор у него на один кун, а выдох на семь. Следующим образом, к примеру, резкий вдох на один кун и на семь кун вместе мы выдох через рот. Общий взнос выдохи через рот. И опять, резкий вдох на один кун и плавный выдох через рот на семь рук. Вот так бишет сокол. Что происходит, когда человек бишет так? Если кто-то заметил, совершил вдох, а грудная клетка закрывается, причем, если вдох, а грудная клетка закрывается, а выдох, вдох, ивереный одггодная клетка раскрывается. То есть обратный процесс обратному дыханию. Что происходит в данном случае? Наши легкие так называемые тройные обогреватели от природы у человека пришло дыхание, но по мере закисления тела наш дыхатель начинает подниматься. И все животные в природе дышат животом, человек рождается дышей животом, но по мере закисления тела наше дыхание поднимается и переходит от тройного выгода от оздыхателя в дыхательный процесс. В старости бывают такие моменты, когда дыхание вообще поднимается до горлового. Чем больше дыхание, тем более оно менее энергонасыщенное. Большое дыхание самое энергонасыщенное. И вот мы косимся по крайней мере наших лёгких. Лёгкие – это наш стороной обогреватель. Они предназначены совсем для другого. Если запомнить практику тибетской тумы согревания даже в слоях зимы, когда голый раздетый человек садится на снег, ноброе полотенце, то запускает тройное обогреватель, и полотенце высыхает за несколько минут. У наших лёгких есть определённые рецепторы. Рецепторы, которые дают команды и сигналы нашей шишковидной железе. Шишковидная железа – это король эндокринных органов. На энергетическом уровне это наша шестая чарта. На физическом плане. И вот когда мы вышли с таким лезьмом, сокращается круглая клетка, мы делаем при этом вдох, причём резкий. А раскрывая одну клетку, мы совершаем плавный единый выдох. Наши рецепторы круглой клетки дают сигнал шишковидной железе, что ритм дыхания резко поменялся на зеркальник. Видите, шишковидка даёт сигнал нашему трансформатору, и её на ямочке, отличаясь за нашим глиосинтез, а также руководит остальными нашими гормональными органами. И что происходит? Вытесняется первое из тела в весе молочная кислота, когда человек занимается спортом, устает на корпусе молочной кислоты. Мы вытесняем молочную кислоту из тела, растёт сила, растёт выносливость. Вот так пишет сокол. Сокол – самая сильная птица в небе, и нет травмы в небе. Оно может позволить себе напасть на кого угодно. Вот это вот дыхание позволяет увеличивать выносливость и силу. Выносливость и силу. Раз, к примеру, спортсмен перед фейтингами, если перед одним спаррингом или вторым – полоза отдыха минута. Можно, допустим, многие спортсмены, кто знает свойство этой техники, чтобы моментально настолько восстановиться, чтобы второй спарринг начать как первый. Настолько же отдохнуть. Либо, допустим, в горы. Человек оконится в горах. Ему не надо, нельзя останавливаться. Или в цели там раскинуть палатку. Но он устал, физически идти не может. Буквально несколько дыхательных подходов – дыхание сокола. Он из тела вытесняет всю усталость, то есть молочную кислоту, набирается сил, и, как заново родился, начинает совершать дать счет. Вот принципы дыхания сокола. Следующая дыхательная аппарат, дыхательная листья, если будет правильно, дыхание медведя. Дыхание медведя – это сиркальные дыхания, дыхание сокола. Медведя – это наоборот. Выдох на один ход, а вдох на семь. То есть сиркально. Все вдохи через ног, все выдохи через ног. Резкий вдох и плавный вдох. Вдох и плавный вдох. То есть сиркально. Если первое – это дыхание сокола. Мы вдыхали, мы сокращали другую клетку, а раскрывая – выдыхали. То есть здесь наоборот. Все выдохом мы закрываем другую клетку, а с сиркально через нос раскрываем другую клетку. Это дыхание предназначено для того, чтобы генерировать силу в одном участке тела. К примеру, либо всю энергию в одном участке тела, когда с выдохом. Покусировка внимания на другом участке. Либо физическую силу. Обычно используют в боевых способах, когда с выдохом наносится удар. То есть данное дыхание вводя позволяет генерировать всю силу за более секунды в одном месте. Следующее – дыхание облака. Это 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. Ну, просто. Комната непостоянная величина на другую клетку. Допустим, один клеток можно длинуть либо несколько долей секунд, соответственно, они все друг другу равны, либо несколько минут, они, соответственно, все друг другу равны. Вот дыхание облака – это… вот это вот мыслика, двое секунды. Двое секунды. Один-два секунды. И получается, кто-то, если кто-то знает, энергетические практики, йоговские, или вот, что мы говорим, все секунды, это аналог, поднимое удыхание. Пустрый вдох, быстрый выдох. Вот это дыхание облака. Вдох равен выдоху, очень быстрый. Где применяется этот дыхание? Дыхание облака увеличит регенерацию. К примеру, есть выражение прокачать орган, продышать орган. И есть какая-нибудь у нас проблема, либо застой энергии, либо проблема с органом, либо надо увеличить регенерацию в варе. Руки, к примеру, на орган, на орган, все внимание, покусируем на этом больном месте, и начинаем дышать дыхание облака. То есть в этом месте начинает увеличиваться регенерация. Второе, в момент дыхания облака позволяет выйти человеку из шокового состояния. Человек испытал стресс, шок, подошел дыхание облака, вышел из этого состояния. И дыхание змеи, дыхание полоса. Дыхание полоса, зеркальное дыхание облака, тоже 50 на 50, но медленнее. 50 на 50. Но если волки это были короткие, то змеи в полосе это длиннее. То есть максимально медленный вдох, максимально медленный вдох. Вот, максимально долго вдыхаем, медленно, максимально медленно вдыхаем. Вот у нас перед носом и утром пламени свечи, и она при нашем вдыхании даже не колышится. Это дыхание, среднее дыхание человека, мы живем в таком ритме. Точно так же, укореняясь в этом дыхании, оно позволяет остановить внутренние сделки. И точно так же, это дыхание позволяет остановить ритм дыхания, когда человек начинает дышать, и оборот, и энергетически. В таких направлениях, привязывается дыхание, полос, смысл. Вот эти четыре дни до дыхания, все остатки там производные, от них либо комбинация от этих. И вот дальше, мы приступим к технике. Внутреннее совершенство, где мы будем чередовать несколько из этих дыхательных практик. Дыхание внутреннее совершенство. Соответственно, есть шести упражнений. Первое, дыхание лока. Второе, дыхание замедления, так называемое дыхание полоса, максимально медленный вдох, максимально медленный выдох. Потом, дыхание ускорения, точно так же, только мы ускоряемся, быстрый вдох через нос, быстрый выдох через нос. Дыхание ускорения, это синдиоз дыхания ока и дыхания. Потом, четвертая задержка дыхания, на ухе. И пятое, измешание. Ээээ, это Прадаяма, работа сзади с серединным каналом, когда прорабатывается серебряная нить. На упущенном 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 упущенном. Продолжение следует...